Восвятая служба информации, телерадио компании Гомель, у студии працу Александр Гамоля, глядите у гэтым выпуску. Королевы Палёв, девчаты допомагают батькам и братам на уборочной. Сельско-господарцы Десант, районы, которые завершили уборку, перекидывают технику у суседни. Самая полдневая вёска Беларуси находится в Брагинском районе. Как живут местовые жихары и что привабливают сюда приезжих, доведался Олег Сентяров. А зараз об гэтым и иншим больше подробязно. Рука допомоги сегодня 10 комбайнов господарок Гомельского и Добрусского районов отправились у Октябрьский кап допомогчим местовым аграриям сбирать урожаи. Переброску техники ожицевляют по доручении старшини Гомельского облвыконкама Владимира Дворника. Место дислокации на ближайший час сменять комбайны господарок семи районов. Механизаторы Брагинского, Хойницкого и Мазырского районов допомогут коллегам с Петрыковшины. 10 комбайнов з Решицкого района вышли на Каринковицкие поли. Ведь кауча они отправились на Чачерщину. У лик командированных трапили экипажи, які завершили працу на палетках своих господарок. Это те зерноуборочные комбайны, которые высвободились после уборки урожая в своих сельскохозяйственных организациях. Они направляются в помощь тем организациям сельскохозяйственным, которые нуждаются в помощи для сокращения сроков уборки урожая. У вугуля сельскохозяйственных десантов у Гомельской области наличие 37 комбайнов. Тем часом уборочная камбанья выходит на финишную промою. Сгодно с оперативными дадинами в регионе убрана маль в 80% площадь. Огольный намолот досягнул 805 тысяч тонн. Аграры Решицкого района первыми в регионе собрали 100 тысяч тонн сборжа и уже завершили массовую уборку. 90% палев обмолочен так само в Хонецким, Гомельским и Добружским районах. В регионе протягивают ушановоць экипажи камбайнеров, які досягнули лепших выникал на Жневе. У их складе, до речи, на суперок старый атыпом есть и девчины. Подробязности в сюжете Ганны Коральчук. Вероника Шкалат, 19 годов. Яна студентка столичной ВНУ и будучи бухгалтер. Але сегодня гэта дзявчина – соправдный механизатор, які працюю пары со своим батьком Валерием. Вероника упевнена сядзить за рулем шматонной машины, комбайна КЗС-10. И каже, что нічого складанного у гэта мняма. Ёй подсилу на воддробный рамон техники. Там сбоку есть лючки. Их открываю. Я беру кавеню, чищу его. Затем нужно снять фильтр воздушный, что идёт двигатель, воздух. Продую его. Ну, изначально вообще надо масло проверить, конечно. Вот. Ну и кабину, чтобы чисто было всё в порядке, сам комбайн, чтобы не был засорён. На самом деле я это всё, как сказать, пришла к уму за дня два. Это нетрудно, если захотеть. Семейный экипаж – лидер у господарцы. Батька и дачка намолотили тысячу тонн. Валерой за рулем комбайна працую уже 17 годов. А Вероника у склада экипажа у першыню. Вернулась из Минска на каникулы и выращила до помахчы у поля. Кажа, хоча больше часу проводить с батьком. У этой же господарцы – Саугас-коммунист. Працую и Яуген Бурмич. Молодой водитель першым перевёз тысячу тонн с Божжи у Ельским районе. Павеншавать молодца, так само выказать подяку батькам за годное выхование, в поле приехали представники БРСМ. До речи, один из сельско-господарчих студентских отрадов под названием «Новое поколение» так само працуе на зернитаку «Колгасу». 14 вучнив по 4 годины в день допомагают на сушце сбожжа. Во всей области у нас порядка 100 экипажей, именно молодёжных, которые занимаются уборкой урожая, и более 100 водителей, которые занимаются отвозом зерна. И мы, как союз молодёжи, именно в этот период стараемся особо поддержать этих молодых людей, выезжаем к ним в поля, вручаем какие-то подарки, благодарим, даже просто воды привезти. У сельга с предприемства Скороднянске так само есть своя героиня – Ганна Яцухна. Девчина працуе наставницей початковых классов, а сёлята вырошила поспробовать себе у новой роли. Вслед за батьком и двумя братами она вышла на жниво. По их словах, сестра – працездольный помощник. Худка учится, а в наступном годе будет полновартосно керовать комбайном. – Посмотрю, попрошу воды помогти поднести, долить там. Всё, она протирает стекла. – Стёкла, инструменты поднести, как бы что-то немножко полегче. Но иногда приходится делать что-то потяжелее. Бывало и болты, и гайки кручу, как бы, если он не может сам справиться, и он с одной стороны держит, я со второй. Брат сказал – поднеси то, как бы инструменты, я понимаю, как они выглядят. Если что-то не понимал, он мне объяснит образ. Мы дружны в семье, дружны здесь. – Не страшно, на сестру не ругаться. В Ельском районе убрано больше 60% площадок. У Раджаи выдаются добрые. Сбирают 31 центнер с гектара. Если на двор я не подведу, до четверга комбайны выйдут на опошние гектары. Ганна Корольчук, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель», Ельский район. Вёски верхняя и нижняя жары Брагинского района являются самыми паудневыми населенными пунктами Беларуси. Прошим свои назвы, и они отримали не выпадково. Сонечных дён тут не меньше, и на Черноморском узбережье. Але привабливая сюда людей не только спякотное надворье. Олег Сюнтюров здесь не подороже по верхних жарах. Трапить сюды не так просто. Верхняя жары у охотися в пограничную полосу, для наведывания какой-нибудь необходимый специальный пропуск. Ящая одна сабдивость этих местин. Вёска находится на территории 30-километровой зоны за обруживанием. Правда, у самих жарах повышенной радиации нема. Зато и на жилё у этих живописных местинах стабильно высокий попыт. На сегодняшний день господары заявились и навык о таких будинках, на яке у инжих местах никто не звернул бы увагу. Наявность майомости дозволяя без проблем траплять в пограничную полосу, причем не только грамотянам Беларуси. Дому у верхних жарах набыли напрягать. Жахары Москвы и Киева. У Комаринском поселковом совете причину такой запотребованности ведают добро. Жары – одно из лепших у Беларуси местов для рыбалки. Там всегда постоянно едут рыбаки. Приезжают из города Узгомеля. Даже если из Майлёвской области, из Витебской области приезжают туда на рыбалку. Займаться огородницам у верхних жарах нега. По-первых, хлеба тут выключена песчаная и малоуродливая. А по-другому, о жарах спякотных дн значительно больше, чем у любых иншем местах Беларуси. Статуя отпочинок тут добры. Лидия Русских – местовая уродженка, а я уже давно живею в Москве. После выхода на пенсию, каждый год на некакие месяцы приезжаю в Увёску. Часто разом с детьми и внуками. Тут совершенно другая жизнь. Здесь живем на земле. Это очень важно, потому что в бетоне жить – это сложно целый год. Поэтому мы приезжаем, дышим воздухом, купаемся. Зараз семья русских, сбирая у Вёссы, розно-старожитные и навык просто неизвычайные речи. Как и всё тримается, господары, марте открыть невеликий музей Вёски. Убылые часы верхние жары были довольно великим населенным пунктом. По перепису 1959 года тут наличивалось 750 дворов. Вёска была центром сельсовета. Тут размешалась середняя школа, фельдшерско-акушерский пункт и отделение сувези. Зато и всё это тут заявились одразу два оператора сотовой сувези. У Вогулей зараз сярод местовых славутосю крама и агросядзиба. Есть ещё былый панский майонтак. Але после того, как с будинку выехало лясництво, он находится не в самом лепшем стане. У бурой панский сядзибе можно открыть гостиницу и сучасную агросядзибу. Но вот при самой высокой температуре на улице тут за всё декомфортно. Могли ж неколи так будовать. Правда, как привести всё это в парадок, необходимы значные сродки. А тому придется шукать инвесторов. Особливость верхних жаров – великая колькость дубов. Протки мясовых жахаров посадили их ещё до Кастричинской революции. На некоторых древах можно убачить и колоды для пчёл, вырабленные прикладно в тот же час, до речи мёду в верхних жарах. И зараз шмат. Олег Сентяров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Бранинский район. До инших тема в Рогачовском районе гадзюка укусила 7-годовую дзявчинку. Это отбылося удачным кооперативе. Потерпелая была шпитализована. Стан маленькой пациентки – середние ступени тяжкости. Специалисты раять, каб застерахчись от укусу отрутной зьмя и улесе, треба позбегать густых заросников и высокой травы. В выпадку укусу необходимо выкликать худкую медицинскую допомогу. На пытание жихара у региона завтра откажет головный державный санитарный урач в области. 16-го жнивня Александр Александрович Тарасенко проведе промою телефонную линию. Звернуться можно с 9 до 12 годин по номеру телефона у «Гомеля» 75 48 51. Католицкие верники сегодня означают «Прочистую». Это свято в католицкой церкви мае статус урочистости. Святкование присвечено в спамину про смерть Божьей Мати, Марии и ее ушастие на небеса. В день успения Богородицы существует традиция в знак подяки приносить первые плоды Нового Ураджая, удар костелам и каплицам, присвеченным Мадонне. Как и у иншие святые шанования Богородицы, у гэтый день для верников обовязковое наведывание имши и изъяснение молитвов. Гэтые и иншие новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by Далее в эфиры «Спортивный огляд» с новинами спорту. Вас познайомить Максим Савин.